КОМПЛЕКСЫ У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Комплексы. Я уверен, что эта штука есть практически у каждого человека. Кому-то не нравится цвет своих волос, форма головы и форма носа, и так можно продолжать до бесконечности. Да чего греха таить, даже я, когда себя снимаю, стараюсь подобрать такой ракурс, при котором я больше себе понравлюсь. Сегодня в новом выпуске проекта Откровения я хочу вас познакомить с Евгением. Женя необычный человек, его рост более двух метров, а размер ноги составляет 52 размер. У Жени редкая генетическая болезнь, и еще в раннем детстве врачи предрекали ему тяжелую жизнь, а его маме предлагали просто-напросто сдаться. Советую посмотреть этот выпуск полностью, потому что мне кажется, что этот выпуск может в лучшую сторону изменить вашу жизнь. Меня зовут Александр Жучкин. Приятного просмотра. Здравствуйте, меня зовут Евгений, мне 23 года и мой рост 220 сантиметров. Я когда родился, мне поставили диагноз синдром Морфана. Это заболевание генетическое, при котором поражения на органы различные, глаза, легкие, сердце. И самое главное, самое прикольное, это большой рост обязательно. Я за первый месяц жизни вырос на 15 сантиметров. Маме сразу предложили, чтобы она не мучилась, чтобы я не мучился, потому что сразу предупредили, я в обычной, так скажем, среде не протяну, то есть мне будет очень трудно, мне будет тяжело учиться с обычными детьми. Я столкнусь со многими проблемами. Предложили отдать меня в интернат для детей-инвалидов. Мама, конечно, поплакала, попереживала, естественно, отказалась. Молодец. Возила меня по всему Хабаровскому краю, когда он жил в Комсомольске-на-Амуре, маленький город, поэтому никого особо там не заботили, ничьи проблемы, да и возможности их решить тоже не было. Наткнулись на детский садик специализированный, где прям были группы для детей с плохим зрением. Рост у меня тогда еще более-менее нормальный был, я не выделялся. Зрение у всех плохое, у меня плохое, я себя чувствовал, ну, вообще, ну, шикарно. Я прям был в своей среде. Ну, зрение, наверное, ну, тогда было, ну, плюс пять, наверное, максимум. Даже плохо помню, но, ну, примерно плюс пять, то есть не как сейчас. Потом пришла пора переходить в школу, я перешел в школу, и там были специализированные классы, там даже были те же самые дети, с которыми я был в детском саду, то есть там были те же самые классы для детей с плохим зрением. То есть я себя, опять же, очень комфортно чувствовал, все было шикарно, но потом пришла пора переходить в среднюю школу, и вот там я немножко обалдел. Обычные дети и вот необычный я. И им было как бы в новинку, ну, это что вот, что это такое вот. Мы в пятом классе, а у него рост 170, что это такое вообще ходит. Почему у него такие большие глаза, почему у него такие линзы. Но у них проявлялось это не интересом, у них немножко это агрессией, подколками. И с моей стороны тоже была агрессия, то есть мне было очень тяжело потом поверить, ну, вот из этих всех приколов, мне было потом тяжело поверить, что человеку реально интересно. Вот, допустим, когда человек подходит, спрашивает, а у тебя почему такое зрение? А я это уже, ну, воспринимал какую-то издевку, какую-то шутку в свою сторону и тоже отвечал агрессией. Доходило даже до драк. Как-то случился конфликт с девочкой, также в пятом классе. У меня рост был уже, наверное, сантиметров 170 точно было. Она решила меня ударить, и чтобы у нее получилось меня ударить, она залезла на парту и с ноги мне дала по лицу. Сейчас мне весело, мне смешно от этой ситуации. Тогда веселого я в этом мало находил. У нас еще город, вот, Комсомольск-Намури, он суперкриминальный. Вот есть просто криминальные там районы, районы в каком-то городе, а у нас прям суперкриминальный город был. У меня выработался иммунитет очень резко закрывать домофонную дверь, потому что несколько раз я заходил в подъезд, я не успевал закрыть, человек ставил ногу, который шел за мной. И один раз меня вот, меня подкарулили прям под дверью, то есть меня так догнали. Я подходил уже к квартире, открывал дверь в квартиру, только приоткрыл ее, мне подставили нож в горло, забрали у меня все деньги, которые я, ну, сдачу нес с магазина, то есть забрали прям на пороге в мою квартиру. Так продолжалось, наверное, класса до шестого-седьмого, и потом я открыл для себя КВН. Вот, меня позвали играть за сборную школы, ну, естественно, меня как фрика использовали, я не был фундаментальным актером, вот, меня позвали как фрика, и я это тогда, ну, наверное, я все-таки это понимал. В первом выступлении у меня было три слова, но мне так запомнилось это выступление, то есть именно тогда у меня случился вот этот переломный момент, когда я понял, что мне на сцене комфортно, я хочу здесь находиться. Я просто осознал, что люди смеются не только над моим внешним видом, да, не только надо мной, но над моими шутками. Потом мне давали задания уже, когда вот первый раз выступил, все, я понял, это мое, я хочу быть здесь, мне здесь комфортно на сцене. У меня первые задания были, я накидывал, написывал на себя шуток, то есть именно на, вот, ну, вот, на свою внешность, на свое зрение. И вот тут у меня тоже щелчок произошел, потому что я научился смеяться над самим собой. И это, я считаю, в жизни вообще у любого человека это главное. Ну, у тебя иммунитет срабатывает, ты перестаешь вообще как-то негативно относиться к шуткам в свою сторону. Одну шутку я никогда не переплюну. В общем, мне сделали операцию на правый глаз, поставили мне искусственный хрусталик, это, как бы, такая здоровая практика, то есть, у человека катаракта, ему просто меняют хрусталик на искусственный, там, бесплатно или платно, и все, человек дальше хорошо видит. Мне поменяли хрусталик, я реально стал лучше видеть, то есть я ходил без очков даже, у меня все шикарно было. И потом происходит такая ситуация, что через два месяца у меня начинает не видеть полглаза, вот, ровно полглаза. Я еду с родителями в клинику, мне говорят, ну, меня смотрели, говорят, все, все отлично, все шикарно, приезжайте через полгода, ничего критичного не произошло, все классно. Вот, мы такие, хорошо, доверились врачу. Приехали через полгода, он меня осматривает и такой, ой, а у вас вообще слеп правый глаз. У меня, ну, то есть помимо там зрения и роста, есть еще сторонние всякие болезни. У меня проблемы с сердцем довольно-таки серьезные, и я сталкиваюсь с такой, так скажем, интересной ситуацией, что у меня иногда на одну или полторы секунды может замирать сердце. То есть оно просто останавливается и потом начинает очень-очень быстро биться. Ну, для меня это уже здоровая практика. Я как-то раз проснулся, понимаю, что мне сердце, ну, не бьется, мне не хватает воздуха, я бью себе кулаком в грудь, оно начинает биться, я такой, ну, все нормально, и лег спокойно спать. То есть это для меня вообще стандартная ситуация. Как я сплю? Какая у меня кровать? Уже выработался иммунитет на этот вопрос, говорю, сплю на полу, кровати нет, не могу найти. Ха-ха-ха, всем смешно, всем весело. На самом деле у меня кровать большая. Если вы думаете, что кровати ограничиваются там метр восемьдесят, то нет. У меня прекрасная, шикарная кровать. Это не реклама, но просто имейте в виду. По поводу того, удобно ли или неудобно мне с таким ростом. Там вот пятьдесят на пятьдесят, если я в час пик стою в метро, да, в вагоне. Ну, естественно, что мне пригинаться приходится, раз я разбивал голову, потому что я не успевал, ну, как, не успевал пригнуться, бабушке очень резко нужно выйти из вагона, она меня еще подталкивает, вот, ударялся, там, на поручни, еще что-нибудь, разбивал себе голову. Такое было. Но в час пик я могу себе, допустим, позволить поспать на поручнях. То есть я могу облокотиться, вот, лечь, поспать даже пару станций. Одежду очень трудно выбирать. Ну, прямо, я научился, конечно, иногда, вот, допустим, вот, мне понравилась рубашка, да, вот, я сейчас в ней сижу. Ну, немножко коротковато рукава. Но на лето, ну, шикарно подкатал, то есть вот так и ходишь, прикольно все. По поводу обуви, это главный вообще запар. Мне приходится закупаться в баскетбольных магазинах в основном, то есть это спортивные магазины, где я могу такую обувь взять. Она, конечно, не дешевая, совершенно не дешевая, но зато, ну, мне ее надолго хватает. У меня размер обуви 52. У меня, короче, очки на плюс 12, вот, у меня все постоянно спрашивают, удобно, неудобно, ну, ничего не видно, наверное. Ну, особенно, когда люди их пытаются примерить, ничего не видно, вот. Но эти очки несколько раз выручали людей. Я в лагерь поехал, ну, просто с обычными людьми, просто в обычный лагерь. Ну, я уже крутой тогда был, безумный. У меня постоянно, у меня, даже когда я в лагерь ездил, я с вожатыми общался лучше, чем с детьми, но мне как-то со взрослыми как-то всегда поинтереснее было. И я с ними постоянно где-то ходил, что-то с ними делал, помогал какие-то конкурсы устраивать, вот. А там вожатые такие, выпить, покурить. Они столкнулись с проблемой, что у них спичек нет и зажигалка сломана. Жара, июль, они берут мои очки, направляют на солнце и подкуривают. То есть пять человек я, вот, смог наградить сигареткой, вот. Получилось так, что я смог себя перебороть, у меня появилось желание заниматься вот, вот, именно творчеством. Я нашел себя именно в творчестве. Сейчас я уже попал на ТНТ, да, я выступал, у меня там 4 эфира есть на ТНТ, то есть я начал плотно заниматься стендапом, у меня там и эфиры, и у меня авторская сейчас работа появилась. Я попадаю иногда, ну, конечно, не на большие роли, я попадаю в кино даже, снимался, в театре успел поиграть актером. То есть я нашел себя в этом. Несмотря на свои, да, проблемы и так далее, несмотря на то, что многие люди в меня не верили, я сталкивался с такими ситуациями, когда мне говорили, ну, ну, куда ты лезешь, ну, у тебя проблемы со здоровьем, вот, выпей таблетки, посиди там, покайфуй, чего там любите делать. Поэтому, ну, не стоит в себе замыкаться, то есть я не хочу, да, там, жизнь, она вообще короткая, она может прерваться вообще в одну секунду, и я не хочу в какой-то момент понимать, вот, ну, что я в себе в чем-то отказал, да, что я упустил какую-то возможность, что я не пошел на какой-нибудь кастинг, я не пригласил девочку, которая мне нравится на свидание, я там, не знаю, не попробовал какой-нибудь дорогой виски, да, я к алкоголю, конечно, вас не подтягиваю, но, как для примера, те люди, которые в себе сомневаются, мне кажется, ну, вы можете просто посмотреть на меня, да, и сравнить вот свои проблемы и мои проблемы, хотя я не считаю, что у меня какие-то проблемы, ну, по крайней мере, сейчас, у меня никаких проблем нет, я счастлив, у меня есть работа, у меня есть друзья, у меня есть девушка, то есть у меня все прекрасно, у вас тоже может быть все отлично и прекрасно, просто не нужно в себе замыкаться, не нужно искать в себе какие-то изъяны, а нужно научиться эти изъяны использовать бонусом. Надеюсь, что после просмотра этого откровения, если у вас были какие-то проблемы по отношению к себе и к своей внешности, вы от них избавитесь, ведь мы сами выбираем, какими быть счастливыми или несчастными. С вами был Александр Жучкин, если у вас есть интересная история или вы хотите поделиться своим откровением, обязательно присылайте мне их вконтакте, у меня там открытая личка. До новых встреч, друзья, до завтра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok